Хитростями до магнетизма, счастья, любви не добьешься. Но тогда скажите, как достичь его? Наши эксперты знают. В эфире передача Формула Семьи. Привет всем, друзья! Сегодня понедельник, 2 часа дня. И это значит, что с вами проект Формула Семьи, где мы говорим о том, из каких же компонентов состоит, из каких же компонентов сляпана хорошая семейная жизнь, и вообще отношения между людьми. Сегодня с вами психолог, психотерапевт Наталья Власихина. Всем привет! Да, и я, Алексей Власихин, ведущий этого проекта, и муж этой замечательной женщины. Итак, сегодня у нас тема... Я, честно говоря, когда ты название предложила, я смутился, я так и... Захотелось как-то его смягчить, да, смягчить название. Ну, в итоге, в общем, то, как мы к вам этот эфир анонсировали, а мой ребенок меня раздражает, что делать? Но ты предлагала изначально более суровый вариант, я не люблю своего ребенка, что делать? Да, вот эта тема, я захотела ее поднять, потому что она является очень сложной. И какое-то время назад в интернете женщина опубликовала свой пост, я даже не помню где, и весь интернет взорвался. И, собственно, пост... Ну, я могу его зачитать, то есть я даже вот его взяла. Я мать, и я не люблю свою дочь. Мне неприятно ее прикосновение, не нравится, как от нее пахнет, как и что она говорит, как двигается, как дышит. Все в ней раздражает, что бы она ни сделала. Это плохо и просто противно. Потом, знаешь, я посмотрела, и оказалось, что таких сообщений, в общем-то, немало. И, например, еще одна женщина пишет, помогите, наконец-то признала себе, что не люблю своего сына. Ему уже 12 лет, и он чувствует мою жуткую неприязнь к нему. У него самого из-за меня огромные проблемы со сверстниками. В классе он изгой. Я никогда его не любила, и это многим заметно. В школе мне так и говорят. Он у вас умный мальчик, его нужно обнять, поцеловать. А я не могу. Я редко прикасаюсь к нему, и даже если вижу, что ему больно, то заставляю себя погладить или поцеловать его. А чаще говорю ему какие-то морали, короче, отмораживаюсь. Он чувствует мою неискренность, и уже отталкивает меня. Его очень любила моя мама, но она умерла 2 года назад, и сейчас ему совсем не в моготу. Он чувствует себя одиноким, брошенным, никому не нужным. Я просто уничтожаю его, придираюсь, требую, и ничего не даю взамен. Грустно как-то вообще. Да, и сложность этого вопроса, собственно, почему я предложил на эту тему поговорить, потому что о ней говорить сложно. И как-то подразумевается, что если женщина рожает... автоматом вот этот пресловутый материнский инстинкт, что она будет его любить, ну, здесь, как говорится, в помощь и окситоцин, и пролактин, наши гормоны, которые начинают вырабатываться. И когда женщина вот признается в этом, то это совершенно не вписывается ни в какие рамки. И вот, понимаешь, грусть состоит в том, что такие женщины, они не находят поддержки и помощи, потому что если женщина уже призналась и написала, вот, ну, и тут пост начинается с «помогите», и это обращено было к специалистам-психологам, то таким образом она уже понимает, что проблемы существуют. Ну, смотри, в принципе, это ведь не то, чтобы, там, сугубо женская проблема, то есть мужчина тоже может не любить своего ребенка. Может, и, но... Это даже, я думаю, более распространено, как, ну, здесь всегда возникает вот в отношении мужчин вопрос, как проявляется эта любовь, да, или, там, нелюбовь. Ну, в том смысле, что иногда, ну, в некоторых культурах до сих пор, скажем, публично не может отец взять ребенка на руки. Это кажется проявлением какой-то такой бабскости, да, что бы, что это, ты все распустил. Слушай, ну, а уж не знаю, по каким причинам, то ли общество патриархальное, то ли, как бы, ну, куда деваться, но если мужчина не любит своего ребенка, и он уходит, то это как-то воспринимается, вот, ну, плохо, ну, бывает, ну, бывает, да, ну, и уходит, да, не любит, там, признаются, не признаются, вот, и, ну, интересно, знаешь, вот сейчас мне вспомнилась пословица, ну, если говорить не о любви, а вот, ну, о какой-то неблагополучности, и если с человеком что-то происходит. Пословица такая, если отец пьет, полдома горит, а если мать пьет, весь дом горит. И, понимаешь, вот, ну... Ну, и обычно ожидается, что какое-то эмоциональное благополучие семьи, оно во многом зиждется на матери, да, на жене, на вот, ну, такое ожидание, по крайней мере, есть. Ну, да, и получается, что большая, вот, большая нагрузка именно ложится на плечи матери, и вот здесь вот, ну, вот так оно и есть, и женщины оказываются вот под таким, ну, как бы, ну, что ли, вот, долженствованием, то есть вот под этой тяжестью, что вот она должна. И вот, а если еще, ну, а если учесть, что у нас материнство вообще идеализируется, ну, то есть вот... Вообще сколько песен там, сколько стихов, сейчас вот 8 марта будет очередная, будет ударная волна любви к матерям, воспевания их любви. И когда женщина сталкивается с этими чувствами, то оказывается, естественно, это очень много вины, это очень много страха, ну, потому что это вообще ни в какие рамки, ну, вот по ее... И если она уже осознала, а если уже вот она написала, вообще уже как-то озвучила, то это вообще, ну, это хорошо. Ну, хорошо, да, вот вообще здесь, наверное, так можно вопрос обратить к тем, кто сейчас смотрит нашу трансляцию, форму о семье. Таким образом, сталкивались вы в себе когда-то вот с этой мыслью, с чувством, что я не люблю своего ребенка? Если сталкивались, то как вы себе отвечаете, как вы решаете эту дилемму, да, которая внутри вас возникает? Тут у нас есть одно сообщение, значит, ну, там... Многие осуждают таких матерей, да, что за мать, дебилизм, такого не может быть, значит, не готова стать матерью. Женя нам пишет, волосы дымом от того, как это возможно, что не любить своего же ребенка? Вот первая реакция, то есть, и действительно становится страшно. Ну, вот тоже... Первая реакция, да, когда ты смотришь, что с ней не так, то есть она больная или что с ней, да, вот? Да, вот, ну, вот... Вроде все любят, а она нет. Что так, что такое? Ну, понимаешь, здесь вот этот ужас возникает в том, что, ну, вот, она еще стала об этом говорить, потому что, вот, если бы, ну, об этом не говорилось, то есть вот такая мать, вот она написала, что вот есть 12-летний сын, соответственно, может быть, до того, как умерла ее мама, которая мальчику очень любила, ну, вот, была вот этим ресурсом для него, это не любовь, она, как бы, вот, ну, жила себе где-то в тени и жила, то есть мама от него отгораживалась и вот, ну, значит, это не проявляла или как-то это замаскировала. Слушай, ну, может быть так, что более частая ситуация, вот я так предполагаю, что когда, ну, скажем, я подозреваю, что в большинстве случаев, если человек себя не то чтобы ловит, а вот ведет таким образом себя по отношению к ребенку, что это выглядит как нелюбовь, он в большинстве случаев, думаю, вряд ли в этом сознается, даже сам себе. То есть если плохо себя ведет, ну, по отношению к ребенку. Ну, да, да, то есть если вот, ну, скажем, даже кто-то там со стороны скажет, ну, это же вообще-таки, правда, вещи очень сложные, но это, вот тут очень много тонкостей, грани, определений, да, мы можем сейчас увязывать, что такое любовь, как она проявляется, что значит мать любит своего ребенка, что значит мать не любит своего ребенка. Я думаю, в большинстве случаев просто это такая болезненная тема, что человек предпочтет скорее себе найти какое-то оправдание, нежели признать, что у него какие-то проблемы вот в отношении к своему ребенку. Совершенно верно, то есть это может быть оправдание, это может быть... Просто я вот так его люблю, я хочу, чтобы он был такой, мужик вырос, без соплей. Да, или, например, вот девочку я буду там воспитывать, чтобы она была вот готова там ко всем трудностям. И в этом очень большое уважение возникает, вот если женщина, вот к этим женщинам, которые могли в этом признаться, потому что, можно сказать, это полдела сделано. Хорошо, слушай, ну вот у меня, скажем, два таких вот вопроса, да, вот сразу возникает. Ну, первый, как диагностировать? Да, ну как понять, что я там люблю или не люблю? Да. Ну, это вопрос осознания. То есть вот в момент понимаю, что здесь вот говорится... Это чувство неприязни, да? Устойчивое чувство неприязни. Не потому что я раздражена, что там, я не знаю, мы собираемся в школу, и он там не может уже битый час одеться, когда там я уже верещу. Ну вот Екатерина нам пишет, если мама любит ребенка, но при этом иногда не хочет с ним находиться, хочется уйти, убежать, найти другую работу, но не рядом с ребенком. Вот здесь... Тут тоже такая тонкая штука, мне кажется, что на моменты, когда ты испытываешь смешанные чувства, да, там приходишь уставший, там откуда-нибудь... Да, 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 да. Когда сил нет ресурсов. Когда сил нет ресурсов, да, и тут шумят, что-то требуют, орут. Нет, понимаешь, вот мы с тобой как-то говорили о послеродовой депрессии, это одна история. То есть вот если действительно после родов женщина не находит вот этих чувств, и если мы с тобой говорили о том, что много факторов, и снежное настроение, апатия, ну, то есть она не полна там энтузиазма по поводу... У меня вот есть знакомый один, он добрейшей души человек, и вообще, так сказать, очень нежно относится к своим детям, ну, мужчина, да, и он мне как-то поделился, у него младшая дочь, вот, и как-то раз ночью, говорит, когда уже там где-то часа в три, когда самый сон, вот, и она очередной раз не хотела спать, и он ее там укачивал, да, и вот в этот момент я думаю, сейчас как тебя выброшу, да, и вот, ну, то есть я думаю, что вот какие-то такие моменты, они бывают, я, не знаю, может быть не у каждого человека, но у многих бывают, у меня бывали, да, то есть и, не знаю, как насчет тебя, да, ты же у меня совершенства, да, и вопрос здесь такой, мы сейчас, вот нам нужно как-то диагностировать, описать картину, о чем мы говорим? Понимаешь, здесь мы говорим, да, причиной может быть депрессия, то есть вот мы сейчас говорим о вот этой точке устойчивой, вот этой нелюбви, когда, ну, вот здесь женщина пишет, что сыну 12 лет, или... То есть это не какое-то спорадическое какое-то чувство раздражения, да, и там хочется дать подзатыльник, а именно какое-то устойчивое такое ощущение. Да, что вот этот человек, которого я родила, я не люблю, он меня всем раздражает, ну, там вот первый вот пост, что как двигается, как это, неинтересен, ну, раздражает, ну, не нравится, и... И, похоже, женщина не социопат, то есть она понимает, что такое любовь, как это выглядит. и говорит о вине, и говорит о том, что, ну, ей самой с этим сложно. То есть мы сейчас говорим об устойчивом, каком-то чувстве неприязни по отношению к своему ребенку, на котором регулярно человек себя ловит. Да, совершенно верно. И, естественно, если вот по поводу сообщения, что ребенка люблю, ну, вот хочу, там, и уйти, и работать подальше от него, то здесь, конечно, мы можем говорить и эмоциональное выгорание, родительское эмоциональное выгорание. Ну, это тоже такая очень распространенная вещь, то есть, потому что ребенок, ему отдается очень много эмоций, очень много вовлеченности, очень много ресурсов, и если это не поступает родителю, то, конечно, и вот здесь вот, я бы, может, говорила вот об эмоциональном выгорании, вот в таком ключе. Вот здесь же это про отношения. То есть мы говорим не просто о каком-то фазе упадка, да, или там посродовой депрессии, мы говорим о, скорее, о чем-то таком более постоянном и систематическом. Да. Хорошо, ну, давай попробуем. Итак, напоминаю, да, что мы сегодня говорим об очень непростой теме, наверное, шокирующей даже теме. Почему я не люблю своего ребенка? Почему мой ребенок раздражает меня? Что делать? Да, пожалуйста, напишите, если у вас есть какой-то опыт, если вы когда-то соприкасались с этой проблемой, или кто-то из ваших близких соприкасался с этим и нуждается, может быть, в каком-то руководстве к выходу из этой ситуации, потому что, ну, большинство людей понимает, что что-то не так, да, что-то здесь не так. И с этим сложно осознаться, и мы сейчас не ожидаем, конечно, что там многие люди, если при этом, можем, они слышат, расскажут какую-то свою историю, да, это такая очень, наверное... Это сложно, да, это непростая тема. Деликатная, болезненная вещь. Но, да, вопрос-то, что с этим делать? Давай, я, знаешь, хочу просто попросить обозначить причины, почему так может быть. Почему родитель, ну, там, в самом страшном варианте, там, мать, хорошо, и отец тоже, я не хочу мужчину тоже сбрасывать со счетов в этом разговоре, в этом рассуждении, может испытывать к своему ребенку какое-то устойчивое, неприязненное ощущение. Какие причины этого могут быть? Причины, ну, во-первых, ну, не то, что во-первых, а причин может быть несколько. Вот, знаешь, вот мы стали с тобой говорить, вот, с одной стороны, все-таки, вот, говорится, материнский инстинкт. Вот как это ни странно, мне кажется, вот такой причиной, причиной, скорее, блокировки разговора на эту тему, ну, в случае, если так сложилось, становится вот это вот ожидание, идеализация материнства, как я говорила, и вот этот пресловутый материнский инстинкт. Ты же мать. Да, ты же мать. И это вот у животных инстинкт, то есть, ну, собственно говоря, что такое инстинкт? Это значит, что неосознанно я с рождения могу что-то делать, не задумываясь об этом. Ну, то есть, я знаю, что я умею. Ну, там, я не знаю, я умею там есть. Дышать. Дышать, да. Нет, есть учат. Нет, есть учат, да. Жевательные есть какие-то решения. Ну, жевательные, да. То есть, ты знаешь, вот это там инстинкт. Ну, я не знаю, если мы говорим по отношению к человеку, то вот этот вот вопрос об инстинктах, ну, инстинкт самосохранения, ну, да, ну, подходит. А вот материнский инстинкт, значит, вот это о чём? Ну, то есть, это такая очень комплексная штука. Да. То есть, нельзя свести к биологии. Да, ну, как я уже говорила, гормоны в помощь, но они только в помощь, потому что ни одна мама, она вот, у неё очень много страха, ну, по крайней мере, я очень об этом слышала, и когда сама в роддоме была, и от других, что вот я учусь, я вот приношу, я не знаю, как там мыть, как пеленать, вообще, как взять вот это крохотное маленькое, я учусь. И вот материнство, это вот, это обучение и возможность строить отношения. Это вот не вот... То есть, вот есть, как такой миф о романтической любви, что вот это что-то свалится на тебя с неба, и вот она, или вот он, и всё, и никогда это не изменится, и будет всю жизнь тебя прям там преследовать. Такие, иногда есть представления о родительской любви, что вот она с неба свалится, и всё, никуда ты не отвертишься от этого. Да, никуда ты не отвертишься, это твой ребёнок, нужно вот, безусловно, сразу сильно и безоговорочно любить, но вот оказывается, что не всегда получается. И плюс ко всему, здесь идёт навязывание идеи хорошей матери, идеальной матери. То есть, вот если посмотреть сейчас, вот как это вот представляется, ну и вот, кстати, из постов вот на эту же тему нелюбви к своему ребёнку, какие-то женщины, вот я ещё несколько видела, писали о том, что ребёнок там умыт, накормлен, там в кружке отведён, выучен, там уроки сделаны, но я его не люблю. То есть, мать, выполнять материнские функции и быть матерью, это всё-таки не одно и то же. Ну вот не знаю, тут нам написала Ксения, меня раздражает даже не ребёнок, а само понятие декрета, вечная нехватка денег и времени на собственные интересы. Для меня любовь к ребёнку выражается в действиях, что-то ему давать, куда-то водить, пусть даже тетешкать, но не 24 там часа 7 дней в неделю. От ребёнка надо отдыхать, это нормально. Да, совершенно верно. Вот, вот если говорить, вот сам декрет и вот одной из причин, ну и часто далеко неосознанных, вот подобной нелюбви и, ну, не в этом случае, а вот о чём мы говорим. Да, здесь просто может ситуация выбирать усталость и так далее. очень чёткое осознание того, что, да, сиденье дома выматывает, оно выматывает, особенно экстравертов. Да. И, конечно, это усталость от того, что вот всё, день сурка, каждый день. Но при этом здесь вот есть осознание, что, ну вот, любовь выражается в том, что человек взял, оделся, повёл ребёнка в музей и, как бы, и там с ним, кстати, Слушай, уже два сообщения, вот нам написали, Татьяна написала, это очень зависит от мужчины, от которого рожаешь. И Аня нам написала, в родителе проблема, это часто связано к ненависти к отцу ребёнка. Может быть причиной нелюбви? Может, может. То есть, это одна из причин. Это, понимаешь, не то, что одна, я бы назвала вообще вот неблагополучие в истории вот этой женщины, вот жизни этой женщины. и вот это неблагополучие, оно переходит в то, что, ну, если я несчастлива, то мне очень сложно быть счастливой и с ребёнком. То есть, если мне плохо, то и рядом с ребёнком плохо. И... То есть, может переноситься негативное отношение, скажем, ну, к мужчине на ребёнка? Могут, могут, что... И здесь могут быть совершенно разные варианты, что есть... Были плохие отношения с мужчиной, или, например, ну, опять же, там, например, мужчина не поддерживает, и таким образом, конечно, это может переноситься. Ну, и я вот не договорила, может быть, неосознанная утрата после беременности, утрата прежней жизни, собственного тела, утрата себя в какой-то мере. Ну, вот тут уже в сообщениях писали о том, что это вот, ну, вот декрет, ты привязан к ребёнку, вокруг ребёнка строится жизнь, а на себя сложно. И вот если вот эти утраты не осознаются и не проживаются, то это может также выливаться вот на такую... Вот... Вот Светлана пишет, меня мой ребёнок раздражает лишь потому, что я с ней одна 24 часа в сутки, никуда одна я пойти не могу, всё время она со мной, от этого периодически бывает жуткая депрессия, срывы на ребёнка. Хотя в душе я очень люблю дочку и дорожу ей. Ну, вот это похоже про эмоциональное выгорание. Вот это 24 часа, это вот про то, что вот важно попытаться найти способы, когда вы всё-таки сможете, вот, ну, вот, например, куда-то сходить без ребёнка. Ну, да, то есть здесь просто момент как-то вырваться. Итак, мы сказали, что есть пока две причины перечислили. Это негативное отношение к отцу ребёнка и второе, это вот ощущение несвободы, что теперь жизнь личная закончилась, потеря какой-то своей индивидуальности. Сейчас вот ещё появился какой-то товарищ, от которого теперь никуда не избавится, и он такое пакетное предложение. Да, и я бы сказала, что вот эта вот неготовность, то есть Женя, ну, вот, вот каким-то образом всё сложилось так, что женщина оказалась не готова, то есть, или вот она не поняла масштаб вот этих изменений, ну, вот, как бы не осознала, не приняла. И плюс ещё, конечно же, причина может быть в истории с родителями, то есть, в том, что если из детства родитель сам в себе носит внутреннего несчастливого ребёнка, то таким образом, ну, вот, недолюбленного ребёнка, то вот здесь очень сложно что-то отдавать своему. То есть, если сам был недолюблен детства? Если сам недолюблен, да, и вот эти вот внутренние дети наши, вот этот вот, который сам ещё хочет родительской любви, то таким образом, вот, это может быть также причиной того, что, ну, а что я ему дам? Ну, не по самому бы. Вот, и, кстати говоря, вот это, есть сообщения? Нет, большинство сообщений, они, конечно, связаны вот с тем, что мы называем эмоциональным выгоранием. Татьяна пишет, порой не хочется домой идти, задерживаешься на работе, в магазине, ребёнку два года. Просто прихожу с работы, и дочь с меня не слазит. Поесть не могу, отдохнуть, спим плохо. Ну, это, да, Кристина там написала, если быть до конца откровенными, дети иногда раздражают всех родителей. вот да. Ну да. И во всякой любви есть частичка ненависти. Думаю, все лукавят, что у них безоблачное родительство. Ну, на самом деле, мало кто лукавит. Я думаю, что большинство людей, в принципе, готовы признать, вот, что есть моменты, ну, когда все достали. Да, слушай, ну, мне вот кажется, вот, когда говорят, что лукавят, это вот немножко срабатывает вот этот стереотип, там, средства массовой информации, интернета, по поводу того, что это, вот, у меня у одного все плохо, а у всех все замечательно. Ну, особенно, если посмотреть в соцсети. Ну, вот, и я хотела, знаешь, прочитать по поводу причин. Да, вот Ольга нам еще написала, да, просто я хочу прочитать, потому что здесь, может быть, не до конца понятна причина. У меня дети от разных мужчин, девочку от первого брака я люблю, но она во многом раздражает меня. Что делать, как убрать этот негатив, между мной и моей дочерью? Здесь очень важно посмотреть, вот, в каких ситуациях она раздражает. Вы говорите, что любите, и, вот, иногда раздражает. То есть, вот, это о чем? Потому что, если, ну, вот, есть вот это раздражение, действительно, от усталости, ну, там, видимо, в сравнении с другим ребенком. То есть, вот, другой ребенок не раздражает, а вот один ребенок почему-то раздражает. это вот, это чуть другая ситуация, да? Это чуть другая, это другая ситуация, но здесь вопрос, если это вот устойчивое отношение, ну, то есть, другими словами, я одного люблю, а другого не люблю, то вот здесь тоже вот вопрос истории, потому что, например, какие-то мамы мне говорили, вот этот ребенок, там, я не знаю, старший, младший, неважно, очень много забирает у меня ресурсов, то есть, очень много забирает у меня ресурсов, я устаю, мне постоянно нужно быть с ним, там, еще что-то, или я, или я чего-то ожидаю от этого ребенка, а он не оправдывает. И вот здесь вот вопрос, вот этого вот принятия, и вот это вот, что ж в истории? Ну, то есть, если, ну, мама уже устала, и очень много затрачено. То есть, нужно докопаться до причины этого, Да, 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 до причины в отношении. Ну, вот Ольга нам пишет, было такое отношение к сыну, но недолго я взяла себя в руки, пересмотрела это все в голове. Ольга, было бы, наверное, очень полезно, если бы мы могли поделиться, да, Да, что пересмотрели? Итак, смотри, мы перечислили следующие причины, почему может ребенок на регулярной основе раздражать? Да, почему есть негативное отношение к ребенку? Первое, это какие-то, ну, плохие отношения с отцом, это вот в отношении матерей, конечно, имеется в виду, и плохое отношение к отцу ребенка переносится на ребенка самого, да, какие-то, может быть, его там черты угадываются, и так далее. Ощущение утраты прежде жизни, утрата своей индивидуальности, что раньше была свободная, независимая жизнь, а теперь ты вынужден ее постоянно отделить вот с новым человеком, и ничего с этим не поделаешь. И третье, что ты сказала, это ощущение того, что человек как бы сам недолюблен, то есть он в детстве недополучил какую-то порцию вот этого внимания, любви, и сейчас такой получается порочный круг, когда это теперь любовь уже не додается уже своему собственному ребенку. Какие-то есть еще причины? Ну, причина, это может быть несчастливое супружество и вот это вот несчастье, то есть общее. Общее несчастье, да. Здесь сразу как бы вспоминается известный фильм, который также называется «Нелюбовь Звягинцева», и вот там это очень ярко представлено, то есть вот в том, что вот это несчастье вот выливает... Да, кстати, такой достаточно страшный фильм в этом смысле, то есть когда ты видишь... Да, вот он и есть, то есть он и правдивый, он очень страшный, но при этом вот он вот есть некая правда. Слушай, ну я все-таки дочитаю вот это письмо, и тут очень вот действительно какие-то причины, они представлены. Хорошо сформулированы. А? Хорошо сформулированы. Да, и хорошо сформулированы. Я хотела... Ну, а то она про сына пишет. Я хотела его с удовольствием и с удовольствием отходила всю беременность. Мужа тогда очень любила. А сейчас... А сейчас я никого не люблю. Я чувствую благодарность к мужу за то, что он меня тянет. Уже несколько лет я не работаю. Разочаровалась в профессии. Кем работать дальше? Не понимаю. Год назад у нас родился второй сыночек, и я понимаю, что все повторяется, как с первым. Я часто отбрыкиваюсь от него, игнорирую. Я понимаю, что родила его, чтобы оправдать свое существование, свою безработицу, свое бездействие. В детстве я очень испугалась в фильме «Человек-невидимка» и перестала спать по ночам. Всю ночь я сидела у мамы на кровати, а у нее в ногах, так как папа не разрешал мне ложиться к ним в постель. Ночью я могла существовать, только прикасаясь к маме. И я сидя дремала возле ее ног. Потом меня пролечили гипнозом, страхи ушли, и я начала спать. Все это я говорила на психоанализе, и все равно плачу. Меня отвергла мама. Точно так же я поступаю со своим сыном. И я не понимаю, как любить, и что мне делать. Ну да, здесь все детские травмы и все прочее. Итак, нам уже несколько человек написали, что же с этим делать? Что с этим делать? Как погасить это раздражение? Как убрать это эмоциональное выгорание? Вот погасить раздражение, ну и любую вот эту эмоцию, убрать не получается. То есть если эмоция возникает, она возникает на что? Нет выхода? Нет, выход есть. Первая причина, ну если мы говорим вот о такой нелюбви, это признать. Это признать вот свое раздражение. То есть вот назвать, признать, что да, это правда, это так, я раздражаюсь. Важно понаблюдать за собой, в каких ситуациях это происходит. потому что вот мы с тобой говорим, вот кажется очевидные такие вещи. Ну, как говорится, кто из нас в усталости не срывался на своих близких. Но часто, вот сама я даже могу о себе сказать, вот эта усталость, если она накоплена, она идет фоном. И она вот не осознается, а если ее проговаривать, свое состояние о том, что да, сейчас я очень устала. Там, я не знаю, я хочу спать, я хочу есть, я хочу просто посидеть, чтобы меня никто не трогал. Я очень устала. И уже тогда это может быть первым шагом, чтобы вот этот пусковой крючок не срабатывал. Ну, если вот мы говорим о раздражении, а если о нелюбви, то вот здесь очень важно вообще это проговорить, вот про себя сказать, осознать, и вот признать, принять, что это так. Ну, это мы, по сути, много раз повторяли, что одним из важных каких-то этапов внутреннего исцеления это признание. Да, и знаешь... Формулировка самой по себе проблемы. Да, и вот здесь можно сказать, что возникает чувство вины. Ну, как это так? Вот что же такое? Даже вот если я устала, как я могу не любить своего ребенка? Ну, интересно, вот это вот идеальное материнство, вот то, что говорят идеальным материнством, норма-то не прописана. Вот эта материнская любовь, вот сколько вот это, слишком много или слишком мало, понимаешь? И, собственно говоря, вот там нам, психологам, приходится разбираться, когда ребенку плохо, когда любви слишком мало, а еще хуже, когда слишком много. Ну, что значит слишком много? Ну, когда вот гиперопека, когда это Яшенька, таки мама хорошо прожила свою жизнь, таки хорошо проживет твою. Понимаешь? Поэтому вот, ну, и вот здесь мне очень нравится вот это понятие вот такого психотерапевта Винникота, он говорил такое понятие, как достаточно хорошая мать. Вот ребенку для его такого полноценного развития нужна достаточно хорошая мать. не идеальная и не плохая. Очень хорошая и очень плохая. Для ребенка плохо. Достаточно хорошая то, что надо. Потому что то, что она делает для него из своих ресурсов, он берет в качестве своих ресурсов, а то, где она не может в силу усталости, раздражения, это заставляет ребенка развиваться, расти. То есть, это для него, вот это, вот это, вот это недосдача, вот этот недостаток. Это шаг роста для него. То есть, нужно признать, что идеальным родителем мы не будем. И не надо. И не надо. Это вредно. А нужно, вот, достаточно хорошо, вот эта середина. И да, у нас ограниченные ресурсы, да, мы устаем, да, где-то мы, надо было сказать, там, одно, а мы говорим другому. То есть, может быть, иногда действительно причина раздражения в том, что у меня есть, ну, такой идеал, каким я должен быть, да, то есть, я, не знаю, там, должен и сюда успеть, туда успеть, там, на кружок отвести, значит, там, обнять, утешить, выслушать, не знаю, научить прыгать с парашюта, ну, вот какая-то... Да, да, еще должно быть дома чисто, еще там... и вдруг, когда это у меня все не получается, то я чувствую себя, ну, человеком провалившимся, и, соответственно, вот это такое, какое-то общее, мое личное неблагополучие, оно уже выражается и по отношению к ребенку, и в раздражении, и в каком-то неприязни даже. и знаешь, вот даже не то, что личное благополучие, а вот это уничижительное, я не дотягиваю. Ох, я раздражаюсь, я не дотягиваю. Да, да, раздражаетесь, да, действительно, это так, и это ребенку, вот в таких вот вещах, это может быть полезным, потому что очень важно быть собой. То есть вот если родителю удается быть собой, признавать свои эмоции, признавать свое несовершенство, и при этом быть с ребенком, это вот проговаривать, то вот ребенок... Что это значит на практике, как это выглядит? Что, извини меня, я накричала, я очень устала, и поэтому не сдержалась. Ну вот, ну вот так произошло. То есть, ну вот это говорить ребенку. Или что, если ребенок бежит и совершенно не, там, постоянно виснет, что мне очень нужно сейчас полчаса, давай ты поиграешь, там, мультики посмотришь, а мне сейчас надо... Ну это правда, если он уже соображает. То есть, если совсем маленький, то уговоры тут не действуют. Но здесь вот, ну, можно подумать, что если совсем маленький, как бы вот, что можно предпринять, чтобы вот его отвлечь на какое-то время, что бы вот можно было бы хоть как-то дух перевести. То есть, и вот здесь вот, понимаешь, вопрос в том, чтобы вот строить эти отношения, как два живых, несовершенных человека. Мама и ребенок там, или папа и ребенок, родители и ребенок. И тогда ребенок тоже учится видеть свое вот эти разные состояния. Что бывает и такое, такое, бывает и радостное, и грустное, бывает уставшее, и не уставшее, бывает вот такая, бывает вот такая. И это для него богатство, для него опыт. Потому что, если, например, мама как робот ходит и все выполняет на пятерку с плюсом, но при этом она не с ребенком, то есть она просто психологически ушла. Ее уже не хватает. Ее уже не хватает. И вот это хуже. Ну, то есть, вот это, и тогда ребенок ощущает себя один. То есть, такой психологический побег. Пишет, так, я хотел сообщение прочитать, чуть-чуть уже, так, ушел у меня. Пишет, значит, одна из наших зрительниц, что, а вот, Виктория пишет нам, меня раздражают дети и люди, похожие на меня. Вот что это, такое. Интересно, вот, что вызывает раздражение, какие качества. И вот здесь мне слышится про нелюбовь к себе, к своим качествам. То есть, в том, что вот это вот мне в себе не нравится, и когда я вижу это в других, то таким образом. Ну да, то есть, здесь получается, что нужно вот с этим поработать, да, что же в себе не нравится, почему это не нравится. И как, собственно говоря, прийти к тому, чтобы, как-то, извиняюсь, это за клише, но здесь это буквально речь об этом, ну, принять себя с какими-то своими сильными и слабыми сторонами. Что еще, что еще делать, вот, если говорим о нелюбовье, вот о таком стольком раздражении? мы сказали, значит, признать, что это бывает, что мы испытываем такие чувства. Во-вторых, определить ситуации, в которых проявляется наша нелюбовь и наше раздражение. Также признаться, что, в общем, мы не идеальны. И это не надо. И это не надо, то есть, мы не должны стремиться к какому-то идеалу. Мы живые люди с сильными и слабыми сторонами. Что еще? Есть такое, ну, как упражнение, не упражнение, но посмотреть в буквальном смысле, вот буквально, ребенок играет, а там вы сидите на диване или в кресле и за ним наблюдаете. И попробовать ответить на вопрос, а вот этот человек, вот этот человек, который, значит, делает пирамидку из кубиков, вот он какой? Потому что вот эта нелюбовь, она очень связана вот в этой связке. То есть, вот есть я и есть вот этот придаток, которому я должен, должна. А здесь рассмотреть, вот какой этот отдельный человек. Вот он, да, чем-то похож на меня, а чем-то отличается. И вот это вот понимание, что, да, вот он другой совершенно, он интересный, он, вот я реагирую так, а он так. Ему нравится это, а мне это. а мне это. Или, например, я в детстве там реагировал вот на такие вещи таким образом, например, там, а у меня вот другой ребенок. И вот это узнавание, оно очень вот помогает и вот в построении этих отношений. Аня нам пишет, у меня двойные роды были тяжелые, вообще вы нашего тяжелого. Одного ребенка люблю, а ко второму ничего не чувствую вообще. Мне вообще не хочется с ним контактировать, смотреть на него, что делать, что-то делать для него. Мне уже ничего не помогает, руки стали трястись, поэтому записалась в психологу. Надеюсь, поможет. Мама говорит, что у меня послеродовая депрессия. Вполне, вполне может быть. И второй ребенок, это просто вот как, ну вот, к одному одни эмоции, а второй не потому, что он какой-то другой, а просто вот на него вот это стало проявляться. Вот есть мужские голоса тоже раздаются. Герасим пишет, это все на гормональном уровне, меняется общий гормональный фон. Я заметил, что если много спишь, особенно до полудня, тогда раздражительность просто жуткая. Никакие на лопаститы не помогают. Я все перепробовал. Алкоголь усугубляет жутко. Если спишь? Ну да. Вот я, видимо, ну если много, видимо, спать там до полудня, там не знаю. Ну да, здесь есть вообще какие-то вот, видимо, особенности, ну просто организма конкретного человека, правильно понимаю? То есть здесь есть, ну скажем там, если человек тяжело болен, ну понятно, у него повышенная раздражительность или какие-то общие проблемы со здоровьем. Да, и здесь, ну, это, наверное, такая общая ситуация, да, мы здесь говорим в отношении ребенка, но, как мы сказали, один из шагов к этому состоит в том, чтобы понимать это, да, иногда здесь нужна, не знаю, в том числе медикаментозная помощь. Ну, может быть и так. А иногда, наверное, и не избежать полностью вот этого ощущения, ну вот этого раздражения, да, ну просто оно как вот, как усталость, как форма усталости. Нет, конечно, то есть раздражение будет проявляться, и здесь мы скорее больше говорим об устойчивых формах, о причинах и о широкой вот этой проблеме нелюбви, ну то есть, и соответственно, вот, что с этим можно сделать? Есть еще сообщение? Да, есть, но здесь уже люди пытаются как-то проанализировать свою собственную ситуацию. Ксения пишет, здравствуйте, если моя мама меня не любит, могу я неосознанно раздражаться на ребенка? Можете? Да, мы сказали, что как раз это одна, к сожалению, из причин, потому что это такой порочный круг. Что здесь делать? То же, опять же, когда ты, когда вот, ну, Ксения, она понимает, что причина, скорее всего, в том, что ее, не любила ее собственная мама или там не любит, как выйти из этого положения? Проживать вот этого, вот эту нелюбовь, реагировать на нее, потому что, видишь, в чем, как бы, почему во взрослом состоянии это даже сделать необходимо и, ну, вот, где-то легче, потому что, когда ребенок встречается с этой нелюбовью, вот, от родителя, то он в полной мере это и отреагировать толком не может, ну, потому что он ребенок, а это родитель, и есть многие эмоции, там, гнев, обвинение еще, они под запретом, а, вот, а какая-то эмоциональная реакция, вот, такого плана, она все равно возникает, и, соответственно, она никуда не девается, и вот это все складывается внутрь, и тогда вот вопрос разговора о тех ситуациях, как это проявлялось, разговор, а мы со своей собственной матерью имеем в виду? Нет, разговор со специалистом сначала, со специалистом, да, потому что вот, на маму уже, ну, которая уже в пожилом возрасте, лучше вот сразу не выливать, она не всегда может быть жива еще, да, а, а, со специалистом, разговор на тему вот этих ситуаций, вот, что было, и, то есть их нужно как-то отпустить через проговаривание, и проговаривание, ну, горевание, потому что это горевание, что тебя не любили, и это фактически утрата вот этой вот мечты о заботливом родителе, ну, что вот, был поддерживающий, хотелось бы, чтобы был поддерживающий, а родителей его не было. То есть, и, собственно, вот исцеление этой своей собственной травмы, оно поможет изменить отношение к ребенку. Исцеление собственной травмы, оно помогает к ребенку. А у меня была девушка, она вот приходила, и пришла именно с запросом, что она кричит на собственного ребенка. И вот мы когда говорили о многих травмах, которые происходили в детстве, то тогда потом вот это поведение, оно изменилось. Светлана нам пишет, у меня к дочери появилось такое чувство, она меня раздражает, ей уже 9 лет. Каждый ее рассказ, каждая просьба ее меня бесит. Я ее люблю, но проявить эту любовь к ней я не могу. Спасибо большое за сообщение откровенное. Ну, вот, насколько я поняла из этого сообщения, вот это раздражение возникло не сразу. То есть, вот что-то, что-то происходило. Ну, то есть, ну, такие эмоции не преобладали раньше. И вот здесь вот вопрос, а что изменилось, ну, что произошло, что произошло в вашей истории, почему именно сейчас, что бесит, может быть, это связано по поводу ожидания от ребенка. Ну, то есть, ну, грубо говоря, может быть, ожидали... Мечтала, чтобы она стала балериной, а она вот не балерина. Ну, или мечтала, что она будет говорить о Достоевском, как минимум, а она говорит о подружках. Ну, то есть... Понятно. Здесь вот опять разделение своих собственных ожиданий живого человека, который рядом с тобой. Да, да. И, знаешь, вот как бы если уже подводить итог, очень хочется сказать, что материнству не существует идеальной матери, это вредно. Не надо быть идеальными матерями, идеальными отцами. Не стремитесь туда. Ребенку это не надо. А материнству надо учиться, как всему остальному. Как строить отношения вот с этим человеком, который растет, которого вот родили. И две заботливые матери, да любые матери, они будут разные. То есть и забота разная, потому что и дети разные, и потребности разные. И тут нет шаблонов. Вот есть конкретные вопросы, связанные с маленькими детьми. Вот Светлана пишет, «Моя дочь без меня не играет и все время просит, чтобы я была с ней. И я одна побыть просто не могу. Ей сейчас два года и месяц, если что не по ее, она начинает меня прогибать. Истерит, плащет, топает ногами. И по-хорошему, и по-плохому обращаясь к ней, она меня попросту не слышит. От этого у меня не только раздражение, но порой и агрессия». Вот здесь я бы говорила о вопросах привязанности. И вот вы написали, «И я слышу, вы устали». И действительно, очень много забирает сил. И два года – это такой возраст. Вот сама тоже вспоминаю, что на месте не сидит. Но попробуйте, например, какой-то отрезок времени, ну, например, там недели две, вот качественно с ней играть и отвечать на ее потребности. Вот для нее сколько ей надо. И посмотрите, когда вот этого станет достаточно. Потому что если вот ребенок цепляется, то таким образом вот вас не хватает. То есть вас не хватает, и вот ей важно ваше присутствие. И здесь, может быть, даже не в количестве речи, а в качестве. В том, что, например, мы час играем, но играем вот по-настоящему, со всем вот включенностью. И вот это время, оно поможет, может дать ей ресурс, чтобы потом вас отпускать. Да, то есть, ну, в общем, побыть с ней именно полностью, какое-то время. Полностью, да, полностью. С ней на ее условиях, в ее игре. Да, как бы в ее мире, да. И тогда вот уже, может быть, что она будет отпускать. Хорошо, слушай, ну, вот здесь было несколько вопросов, таких, скорее, уже связанных не с тем, как мне быть, а как быть, например, если отец не любит. Да, или, скажем, вот один тоже мужчина написал, я не вижу со стороны своего сына каких-то вот теплых чувств, каких-то эмоций. То есть вот здесь, когда речь идет про других людей, то есть хорошо, скажем, ну, мы более-менее, как нам кажется, ну, справляемся со своими собственными эмоциями, со своим собственным отношением, в ситуациях раздражения, или когда мы чувствуем какую-то нелюбовь. Ну, вот, например, там, ну, подможем, супруг не любит. Что-то можно с этим сделать? С другим человеком? С другим человеком? С другим нет. Можно спросить. Можно дать, ну, вот, обратить внимание на этот вопрос, спросить, что с ним происходит, почему так. Можно поговорить. Но вот тем, чтобы изменить, ну, вот, ну, я меняю или перевоспитываю другого человека. Вот это, к сожалению, нельзя. То есть, и здесь получается, вот, ну, и как-то вот были сообщения в других передачах о том, что, вот, ну, вот, папа там не хочет видеться с ребенком, или там, ну, вот, вот, что делать. Ну, вот, это правда. И вот это правда, вот, если ребенок задает вопросы, то ее, ну, вот, ее важно проговорить. То есть, другого человека не переделаешь. Можно говорить, да, насколько человек способен слышать, но в целом мы больше части отвечать можем только, только за самих себя. Да, и здесь можно спрашивать, ну, если это супруг, можно говорить, с чем это связано. Если там о сыне идет речь, ну, у меня сразу возникает вопрос, сколько лет ребенку, ну, что это за ситуация, то есть там. Ну, вот Ирина нам пишет, а что делать, если один ребенок из двойни пытается все повторить за другим, меня это очень раздражает. Я с ними общаюсь только на повышенных тонах. Как научиться быть спокойней? Еще раз, второй ребенок что? Постоянно повторяет за другим. То есть, они, видимо, друг за другом повторяют все время что-то. И это как-то приводит к раздражению. Ну, наверное, да, ты хотел. А просто мне кажется, ответить, попытаться ответить на вопрос, почему? Да, что именно происходит, что значит повторяет? То есть, там, например, какая разница, ну, вот, разница между детьми, там, вот, что происходит. Ну, вообще, как бы, младшие всегда повторяют за старшим, там, в чем повторяют? И вот здесь вот, можно тогда, ну, там, и со старшим. Двойня, двойня. А, двойня? Вот, то тогда посмотреть именно, почему один повторяет за другим? То есть, что со вторым? И, ну, вот, почему вот это есть потребность, ну, не самостоятельно действовать, а вот, ну, вот везде как бы хвостиком ходить за вторым ребенком? Ну, есть какие-то повторяющиеся сообщения в смысле общего послания, да, понятно, что дети, они очень активно, вот, Светлана пишет нам, если ребенок гиперактивный, муж постоянно на работе, не хватает терпения, так, могу, значит, видимо, крикнуть на ребенка и могу по попе шлепнуть, хотя себя виню потом ребенку два года, что, как с этим быть? Ну, вот здесь сразу есть такой момент, у нас, кстати, даже будет передача вот на эту тему отдельно, по поводу гиперактивности, почему? Потому что, вот, если ребенок... Слушай, наверное, давай мы тогда, просто у нас время, к сожалению, подходит к нашему эфирному. В общем, я хочу сказать, что по поводу гиперактивности мы поговорим отдельно, потому что на это слово навешивают, чего там есть и чего нет, и вот в этом смысле, и тогда можно будет выстроить, ну, вот какое-то, что можно сделать, ну, если ребенок подвижный. Просто отдельный разговор. Итак, мы сказали, что делать, если ребенок раздражает, что делать, если такое ощущение, что ты своего ребенка не любишь? Во-первых, признать это, назвать это своим именем, попытаться определить, в каких ситуациях это происходит. Также признать, что нет какой-то нормы, идеала, да, и не нужно быть идеальным родителем, нужно просто быть со своим ребенком, такой какой ты есть. И еще один момент, который мы обозначили, попробовать увидеть в ребенке, как не собственный проект, не продолжение себя, отдельного человека, отдельную личность со своими особенностями, и именно такого его попытаться увидеть и полюбить. Да, и быть с ребенком, такой какой ты есть, и с собой такой какой ты есть. Да, и опять же, то есть, просто понимать, что это нормально, что у нас что-то не получается, это процесс. То есть, мы не рождаемся способными быть хорошими родителями. Когда дети не рождаются, мы не становимся автоматически любящими хорошими родителями. То есть, это как в любых отношениях, то, чему нужно учиться на протяжении всей жизни. Спасибо всем за комментарии, за ваши вопросы и до встречи через неделю.